Милые мои, привет! Сегодняшняя тема нашей встречи будет посвящена границам. Мне задали вопрос вопросники, а возможно ли продолжать пребывать с раскрытым сердцем, но в то же самое время чем ты на внутреннем уровне должен обладать, для того, чтобы твои границы никто не нарушал. Да, при открытости. Вообще тема очень крутая, классная, я ее очень сильно люблю. И могу сказать, что имею полное право о ней говорить, потому что в этой теме я продвинулась просто на ура. И именно на тонком плане, на тонком уровне, когда ты можешь оставаться тотально открытым человеком, когда ты можешь быть с тотально открытым сердцем, но на тонком уровне люди будут чувствовать и ощущать, что есть определенные темы, есть определенная культура общения, при которой они будут в любом случае, ощущая это, держать определенную дистанцию. И это очень ценно. Почему? Потому что тогда человек чувствует, ощущая себя в безопасности. Вот этот момент очень классный. У него появляется возможность, тотальное желание, тотально расслабиться, быть таким, как он есть, но в то же самое время знать, что другие люди относятся к тебе с уважением. не потревожат там, где не стоит. Скажем так, будет проявлен такой момент такта, внутреннего уважения и так далее. В общем, я немножечко так порассуждала и зафиксировала свои мысли, свои самоощущения, потому что я могу основываться исключительно только лишь на своем опыте. И вот первым пунктом был, такой для меня это самый важный, самый главный пункт, это внутренняя целостность и состояние баланса. Внутренняя целостность. Что такое целостность? Это когда все части человека собраны в нем, когда он не раздроблен, когда его чакры функционируют прекрасно и великолепно. когда они раскрыты, когда они развиты, когда нет пробоин каких-то существенных, когда есть цельность. В человеке есть цельность. Что такое цельность? Чтобы еще более, да, точнее донести мысль, когда наши мысли, эмоции и наши действия дружат между собой. Самое главное, потому что мы можем, например, производить какое-нибудь действие, а на уровне эмоций мы это не проживаем, мы это не чувствуем, мы это не ощущаем. Или, например, мы мыслим совершенно иначе, чем то, что мы озвучиваем. Понятно, да? Вот когда есть тотальное единство, тотальная целостность. И здесь также прозвучал пункт баланс, да, и это очень важный такой аспект. Вообще, в одном из видео с вами порассуждаем и поговорим, чем отличается баланс от гармонии. Вот как раз, когда человек умеет балансировать, вот представьте, такой образ, да, дощечка стоит человек и внизу яблочко или какой-нибудь шарик. И вот он должен балансировать. А теперь замените это яблочко или этот шарик на вашу деятельность, на вашу семью, на взаимодействие, взаимодействие, взаимоотношение с собой, саморазвитие и так далее. Огромное-огромное там дом, да, огромное количество сфер в жизни, между которыми вы должны классно балансировать и уметь удерживать этот баланс, при котором, да, если на вас посмотреть, так со стороны без розовых очков, можно увидеть, что в целом вы справляетесь на ура. Такое вот именно внутреннее состояние баланса. Поэтому это пункт номер один, по моим ощущениям, исключительно. Следующий момент. Открытое любящее сердце в сочетании с внутренним стержнем. Открытое любящее сердце, оно настолько объемное, оно настолько многомерное, оно не узконаправленное. Свою собачку люблю, остальных собак терпеть не могу. Своего ребенка люблю, а всех остальных людей, человеков этих готов, да, там, не знаю, придушить. Только свои цветочки люблю, которые я сам вырастил. Все остальные, ну, нормально. Ну, есть доля конкуренции, да, и так далее. Вот этот вот аспект, вот этот момент, когда мы любим все живое и неодушетворенное. Поэтому мы можем быть просто с раскрытым, распахнутым сердцем, но у нас может быть утерян наш внутренний стержень. И все. И нас тогда очень легко нарушать наши границы. Тогда желание появляется. О, ты там очень слабенький. И это естественно, когда появляется что-то, кто-то извне, кто будет желать нарушить. Поэтому необходимо отслеживать, насколько твоя целостность, насколько, да, твой внутренний стержень прокачан. Что такое прокачан внутренний стержень? Мы можем перевести это все на уровень энергетических центров. Если первый центр в активе, дом, семья, здоровье, все эти сферы, плюс-минус вы в них балансируете. И они, да, материальный аспект, и они на хорошем уровне. Дальше сексуальная чакра, ваша чувственность, ваша оргазмичность, ваше состояние вкуса к жизни, да, удовольствия. Дальше ваша проявленность, ваша активность, ваше увлечение, ваше хобби, состояние, когда вы можете действовать, да, ваше действие, когда ваше сердце, когда вы через открытую анахата чакру живете, когда вы равноценно как получаете любовь, так вы ее и отдаете, когда вы легко освучиваете все свои мысли, все свои ощущения, да, вишутка чакра, когда проявлена, когда вы на «ты» со своей интуицией, когда вы поистине знаете и слышите свою внутреннюю суть и природу, когда вы ее не отвергаете, а напротив принимаете и с благодарностью используете те дары, которые вам дарованы. И, конечно, когда вы продвинулись в своем духовном пути, да, когда ваша духовность, она также проявлена, как и первый центр, да, тогда мы можем говорить о стержне, о целостности. Следующий аспект, когда вы четко знаете свои вкусы, когда вы четко знаете и осознаете, что вам по кайфу, а что нет, что вас раздражает, а что вас возносит просто, да, на седьмое небо от счастья, что вам приемлемо, а что нет, что вы можете допустить, а что, какие темы, допустим, вы бы не хотели, чтобы были затронуты. И свободное озвучивание. Что такое свободное озвучивание? Когда вишутка чакра раскрыта, вы свободно, спокойно, с открытым любящим сердцем можете сказать о том, что, солнышко, эту тему я бы не хотела озвучивать, я бы не хотела о ней говорить. Здесь и сейчас это неприемлемо для меня. Или, например, любимый мой, да, там называете по имени своего партнера. ты знаешь, вот именно здесь мне было неприятно. Неприятно на внутреннем уровне, потому что это за дело какие-то мои внутренние ценности. Если ты не будешь против, я бы хотела тебя попросить о том, чтобы в дальнейшем ты немножко более мягко относился к этой теме, потому что это поистине затрагивает какие-то тонкие струны в моей душе. Вот это вот озвучивание. Я очень часто вижу, как люди вообще не озвучивают своих желаний. Они умеют лишь обижаться. Обижаясь, они не понимают, почему какого, извините, такого лешего меня не понимают. Почему непонятно, что эта тема мне интересна. Почему непонятно, что именно так я бы хотела, чтобы было все проявлено. и так далее. Плюс здесь еще вытекает такой момент, что люди с нами обращаются ровно так, как мы не просто позволяем им с собой обращаться, а как мы сами с собой обращаемся. Это тоже очень важный такой аспект, когда другой человек, он на невербальном уровне считывает, насколько, с каким уважением или неуважением, ты относишься сам к себе. И у него это на бессознательном уровне записывается, что ок, если она себя не уважает, значит, любой другой человек может позволить себе делать то же самое. Следующее. Осознание своей индивидуальности одновременно с единством всего мира в целом, с универсальной жизненной энергией. Вот это очень интересная такая тема. Мы сегодня как раз на медитации она у нас была проявлена, когда мы выявляли, проявляли свою уникальность, свою индивидуальность. В то же самое время мы говорили о том, что мы дышим все одним воздухом. Мы делаем вдох и воздух един. Это все единство. Мы выдыхаем углекислый газ в пространство. И когда мы об этом начинаем вообще задумываться через такую, знаете, элементарную формулу вдоха-выхода из единого поля, мы начинаем понимать и ощущать, что разделение создает только сам человек. в своей головушке. Он делит на белое, черное, на плохое, хорошее и так далее, на дуальности. Но такая интересная штука происходит, когда ты достигаешь состояния раскрытого сердца, открытого сердца, когда ты начинаешь ко всему относиться с невероятной благодарностью, когда ты начинаешь наполняться, взаимодействовать со всем живым в этом мире через вот эту безусловную любовь, когда ты не делишь, что это правильно, это неправильно, это твоя голова делит. Да, а любую ситуацию можно посмотреть на нее многомерно, увидеть причинно-следственную связь глубокую, глубокую, и понять, почему человек совершил даже самые какие-то страшные вещи. Но мы себе не можем этого позволить зачастую. Но это так сильно глубоко, поэтому не буду этого касаться. Так вот, когда человек начинает ощущать, что универсальная жизненная энергия, это вообще, знаете, как это классно происходит у человека после инициации обучения в Рейке. У него что-то, вот так, знаете, щелк, и он такой о! Я всегда люблю наблюдать это явление за, да, у своих девочек, у своих учеников, учениц. Это всегда очень интересный такой классный путь. Поэтому вот это знание, что не обесценивание себя, не обесценивание своей уникальной природы, но в то же самое время, когда мы убираем гордыню, убираем эго, раскрываем сердце и осознаем, что все едино в этом мире, все мы связаны друг с другом тонкими нитями, которые мы не замечаем своим взором. Но когда мы многомерно начинаем мыслить, когда мы многомерно начинаем видеть, мы видим, как все круто взаимосвязано между собой. Следующий момент. Чем больше мы закрываемся ото всех, тем больше другие хотят нарушить эти границы. Это вообще кайф, потому что чем больше человек может решить, все, я из своего эго буду выстраивать границы, это не надо, это не надо, вот так я не хочу, так я не буду, и так далее. И он может увидеть обратную реакцию, что просто все на него нападут и начнут его разгрызать со всех сторон. Это тоже очень интересное явление, поэтому помните о том, что только через открытое сердце и через те пункты, которые я озвучивала до, можно достичь состояния, когда у человека даже мысли не возникнет нарушать твой мир. Дальше и заключительное такое пункт явления, проявленное уважение к другим и проверить, нет ли нарушения границ по отношению к другим людям. Когда ты поистине с уважением, я знаете, порой получаю сообщение о том, что Аня, как вы можете всем говорить о том, что вы всех любите, слова любви и так далее, мол, я не могу себе этого позволить, я это не чувствую, даже работая с другими людьми, я не ощущаю этого. Так вот здесь, конечно, девчат, позвольте себе озвучить искренне свои мысли, я вас очень прошу, приобретите, это, знаете, минутка рекламы, лекцию ресурс, там, где я рассказывала, описывала свой путь и делилась своими знаниями, своим опытом, как я работаю с другими людьми, вообще, как я могу работать, я рассказывала о всех аспектах очищения, баланса, как можно после большого количества людей чувствовать себя человеком и так далее, и там отдельный блок был выделен как раз к тому, что я даже озвучила, если вы еще не достигли того уровня, когда вы можете любить людей, какое вы имеете право им что-то преподавать, а тем более какие-то духовные аспекты, я не знаю, для меня это загадка, я говорю как есть, для меня это загадка, наверное, нужно вначале сперва поработать над собой, пройти миллион тренингов, пройти миллион обучений по раскрытию своего сердца, научиться видеть в каждом божественную тонкую, уникальную природу и суть, а тогда уже что-либо им преподавать, ну это как по мне, это было бы честно, это было бы честно, но по крайней мере начать нужно было бы с лекции ресурс и посмотреть, может быть, что-нибудь внутри бы щелкнуло и что-то бы произошло, так вот очень часто нарушают границы тем, кто сам их нарушает и человек может быть очень классным, очень, не знаю, добрым, нежным, ласковым, но этот человек может нарушать границы своего ребенка и все, он нарушает у него границы, а другие люди будут легко нарушать его, поэтому все должно быть в балансе, вот на этой нотке я буду завершать и так на 20 минут, я затянула это видео, хотя планировала видео выпускать такие 10-минутные, я вас всех люблю, буду ждать вашу обратную связь, что из того, что я сказала, имеет у вас отклик, что вы услышали для себя полезного, ценного и встретимся в следующих видео, я вас обожаю, пока-пока.